А я слышал, что у горы есть дух, решила добавить от себя Диана. Она может впустить к себе и не выпустить, оставив плену навсегда. Но это происходит только в том случае, если к горам относятся недолжным образом. А еще у горы есть память. Она запомнит тебя, а потом весь год зовет к себе, и ты опять возвращаешься в горы. О них нельзя плохо отзываться, нельзя их недооценивать, и всегда нужно ими любоваться. Сейчас проверим, сказал Максат и выскочил из палатки. Его крик напугал Диану, и она попыталась его угомонить. Похоже, меня никто не слышит, веселился парень. Не знаю, как вы, а я сегодня кого-то видела на вершине, сказала девушка. Максат уже приготовил новую шутку, но Тимур его остановил. Слышите? Спросил он. Эхо какое-то запоздало. Эхо действительно звучало позже положенного. Но чего только не бывает в природе, решили ребята и вернулись в палатку. Есть третий вариант легенды про черного альпиниста, продолжил Максат. Одного из туристов отправили за хлебом вниз. Но он замерз, высох и почернел на солнце. С тех пор он приходит по ночам к альпинистам и просит хлеба. Покончив с байками, довольные собой, парни завернулись в одеяло и уснули. Данный ритуал, на самом деле, серьезный эффект имеет, потому что он основан, опять-таки, на страхе. Страх быть непринятым – это первое в альпинистское сообщество. Если придет вдруг этот черный альпинист, то, конечно, все. Что-то он не соблел или что-то он нарушил. И, конечно, это основано на родительском, на страхе родителя. Что черный альпинист, белый альпинист – это злой родитель, добрый родитель. Это все очень сильно дисциплинирует в плане наказания. Что за это придет наказание в виде черного альпиниста. С другой стороны, все-таки это жизнь и смерть. Если ты себя будешь хорошо вести, ты выживешь. А если ты себя будешь плохо вести, неважно, ногами к выходу или еще что-то ты нарушишь, в любом случае тебе грозит смерть. Это для того, чтобы в корне пробудить инстинкт самосохранения. Даже в самой обычной прогулке по горам, совершаемой ради удовольствия, мы рискуем увидеть и ощутить непознанный мир. Открывается третий глаз, обостряется шестое чувство. В таком состоянии легко оказаться на одной чистоте с природной стихией. И тогда уж с горами не шути, они полны сюрпризов. И черный альпинист может оказаться как выдумкой, так и служителем гор, ревностно защищающим их от непрошенных гостей. Наши герои испытали это на себе. Ночью все эти наивные страшилки показались Диане не такими уж безобидными. Горы действительно обладают магической силой, вдыхая жизнь в легенды, подумала девушка. Появляется другое восприятие. Звуки слышатся по-особому. Тени оживают. Диане стало немного не по себе. Но она решила не терять голову и попытаться уснуть. Чья-то тень проскользнула вдоль палатки. Наверное, это кто-то из ребят, подумала девушка. Но тут же вспомнила, что они спят рядом. Субтитры сделал DimaTorzok